Все за одним столом в столице региона стартовал очередной семинар с участием глав муниципальных образований, что обсуждают руководители сельсоветов и какие вопросы больше всего сегодня волнуют жителей глубинок. На страже прав и интересов людей высокого возраста региональное отделение Союза пенсионеров Россия отметила большой юбилей 25 лет со дня образования. Вспоминаем прошлое, говорим о настоящем. Они ушли, но обещают вернуться. В Архангельс сегодня отправилась последняя в этом году команда новобранцев. Провожаем наших парней, подводим итоги осенней призывной кампании в Ниньцком округе. Бесценное внимание. Дед Мороз, Снегурочка поздравили с наступающим Новым годом. Воспитанников детского дома не обошлось и без подарков, как все было. Об этом и не только. Смотрите в ближайшие 20 минут. Здравствуйте. Подводим итоги понедельника. В студии Олег Хатанзейский. Мы начинаем. В столице региона в эти дни проходит учебно-консультационный семинар глав муниципальных образований округа. Он стартовал сегодня и продлится до 21 декабря включительно. Мероприятие направлено на повышение эффективности органов местного самоправления и решение проблемных вопросов в различных сферах. Участие в работе семинара примут представители органов исполнительной власти, окружной прокуратуры, избирательной комиссии, окружного профильного департамента, госинспекции по ветеринарии и других ведомств. Работа семинара началась с заседания комиссии по вопросам развития местного самоуправления на территории Нинецкого округа. Первый вопрос повестки дня касался соблюдения федерального законодательства по оказанию имущественной поддержки предпринимателей. Так, согласно данному закону, органы местного самоуправления утверждают перечню государственного имущества и муниципального имущества для передачи дальнейшей субъектам малого и среднего предпринимательства. Такие перечни утверждаются ежегодно до 1 ноября текущего года. Необходимо отметить, что данные требования относятся ко всем органам исполнительной власти, в том числе и муниципальным образованием, городскому округу и сельским поселениям. По словам Ольги Стрепетиловой, на сегодняшний день в перечне насчитывается 65 объектов, включая окружное имущество, которое может быть востребовано и использовано представителями бизнеса в своей деятельности. В то же время представитель окружного профильного ведомства отметила, что не все сельские поселения активно подключились к этому процессу. Предлагаем тоже сельским муниципальным образованием и сельским поселением провести данную работу на своих территориях по установлению льготных механизмов использования имущества. Считаем, что, во-первых, стимулом для вас это будет являться снижение расходов казны на содержание такого имущества и доход, приносимый от использования имущества бизнесом в виде арендной платы и, возможно, увеличения оборота на территории и увеличения занятости в некоторых случаях. Поэтому еще раз обращаю внимание на необходимости работы в данном направлении и более внимательный подход к выявлению имущества на ваших территориях. На последнем в текущем году заседании комиссии по вопросу местного самоуправления также обсуждались вопросы соблюдения федерального законодательства и способы привлечения жителей заполярных территорий к развитию муниципалитетов. У нас на самом деле работа по активизации жителей ведется. Мы все понимаем все наши, по сути, очевидные вещи, которые требует населения, чтобы было в каждом муниципалитете. Это и дороги, и объекты социальной инфраструктуры, которые у нас ветшают достаточно серьезно, а финансовых ресурсов у нас объективных нет, чтобы закрыть все вопросы сразу населения. Но, тем не менее, мы констатировали, что какой-то более квалифицированный подход к тому, чтобы формировать наши документы, сополагающие, или потом включение их в финансирование долгосрочной программы, у нас должен быть разработан и должен действовать, может, даже в какой-то степени универсальной. Во второй день работы семинара состоится встреча глав муниципальных образований округа с представителями государственной инспекции по ветеринарии и НАО, регионального фонда социального страхования, администрации Заполярного района и окружной полицией. Ирина Никешина, Владислав Носкин, Телеканал «Север». Ресурсный центр для НКО появился в Наринмаре. Он будет оказывать информационную, методическую, организационную, бухгалтерскую и юридическую помощь некоммерческим организациям, которые зарегистрированы на территории региона. Инициатором создания Центра развития гражданского общества «Вектор» стала Ольга Тюкачева. Потому что некоммерческие организации, то есть они, когда проводят свои мероприятия, у них всегда сталкиваются с проблемами бухучета, правовой помощью, потому что они узконаправлены и у них на это нет времени, так скажем, тратиться. И, так скажем, это уже тенденция нашего государства помочь всевозможным образом некоммерческим организациям, в том числе путем создания ресурсных центров. Вот поэтому кто-то должен был это начинать. Почему? Открытие проводится. То есть здесь будет у нас мини-коворкинг-центр. А у нас вот здесь вот создано рабочее место для некоммерческих организаций, которые, если они хотят, они могут здесь прийти, поработать, сделать все необходимые документы, часть документации они могут здесь хранить у нас. Ну, то есть и в это все одновременно. То есть мы им будем помогать, в чем-то рассказывать. Здесь же мы будем проводить мероприятия, презентации, необходимые при работе некоммерческих организаций округа. Ресурсный центр находится по улице Рымников, 6а, Цокольный этаж. Ненецкому региональному отделению Союза пенсионеров России исполнилось 25 лет со дня образования. Красивые юбилеи отметили пышно, концертами по всему округу, выставками, мастер-классами. Ну а самый душевный праздник прошел за круглым столом во Дворце культуры Арктика. Там собрались те, кто стоял у истоков создания организации в трудные 90-е годы, и те, кто сейчас продолжает деятельность. Герои своего времени отметили благодарственными письмами и дипломами. На церемонии награждения побывала и наша съемочная группа. Поздравить людей высокого возраста во Дворец культуры Арктика пришли представители власти, общественных организаций, руководители предприятий региона. Несмотря на праздничное настроение, бессменный руководитель регионального отделения Союза пенсионеров России Римма Костина вспоминает тяжелые 90-е годы, когда страна рухнула. Передовые предприятия региона, такие как лесозавод, рыбокомбинат и различные колхозы, обанкротились. Без работы остались сотни граждан. Вы знаете, Союз пенсионеров образовывался в очень трудное время, 93-й год. И самая главная была задача – это поддержать пенсионеров, потому что вклады пропали, в стране пенсии не выплачивались, страна разрушалась уже тогда. Поэтому было очень сложно пенсионерам. И нужно было их поддержать. И тогда на уровне правительства было решено организовать Союз пенсионеров по всем регионам страны. Главной задачей которых стало объединить пенсионеров и помочь им адаптироваться в новых условиях. Ведь когда страна рухнула, обесценились не только деньги, но и мораль. Благодаря работе Союзов пенсионеров, многим, кто тогда оказался на грани нищеты, удалось достойно пережить не только финансовый, но и психологический кризис. И поэтому у многих сложилось впечатление, что они жизнь прожили зря. Все, о чем мечтали, рухнуло. Все, что они добились, уже не считали достоянием. Хотя все, что в России было создано, создано было теперешними пенсионерами. На базе Союзов пенсионеров России стали создаваться клубы общения. И если в округе в начале 90-х это был единственный клуб на ренмарские посиделки, то в настоящее время их уже 46. 26 в окружной столице и 20 в сельских поселениях. Один из них в поселке Индиго возглавляет Людмила Калюда. Собрание, совещание, советуемся, что-то решаем вместе, находим компромисс. И потихонечку решаются вот наши поселковые проблемы. Ну, а еще в 2014 году мы образовали, в общем, была учеба проведена пенсионеров по работе с компьютерами. Сегодня в торжественной обстановке Людмилу Михайловну и ее единомышленников по всему округу отметили благодарственными письмами и подарками. Но главным своим достижением люди высокого возраста считают то, что теперь в регионе нет одиноких стариков и есть люди, готовые всегда прийти на помощь. Любовь Пермякова, Леонид Шишелов, телеканал «Север». Из Наринмара в распределительный пункт Архангельска сегодня отправилась последняя в этом году группа новобранцев в команде 11 будущих срочников. Средний возраст 20 лет. Многие не так давно закончили местное учебное заведение. Но в ближайшие месяцы они смогут получить еще одну специальность, правда, теперь уже военную. Между тем, некоторые призывники после службы в рядах российской армии планируют подписать контракт. На последних в этом году проводах побывала наша съемочная группа. Мобилизации в ряды российской армии 20-летний Ревшан Ахмадов признается ждал с нетерпением. Говорит, готов как морально, так и физически. Новобранец занимается вольной борьбой, а значит со спортивной подготовкой у парня все хорошо. В армии это немаловажный фактор. Есть высокие шансы попасть в престижные войска. Ну, хотел бы, наверное, морфлот или, не знаю, пограничный Москар, побольше пограничный Москар или спортивный. Надо с страхом бороться. Везде есть сложности, везде все. Настроен уже, готов уже, хочу в армию скорее уже. Ревшан не скрывает, после демобилизации планирует остаться по контракту. Армия сегодня это не только хорошая зарплата, но и перспективное будущее. Бесплатное образование, жилье и другие привилегии. Впрочем, остаться на военной службе послесрочно не так уж и просто. Одно из условий хорошо себя зарекомендовать. Об этом, провожая новобранцев, говорил Игорь Ибраев. Военный комиссар, он отметил немало случаев, когда призывники хамят личному составу и не выполняют команды старших по званию. Вся информация о тех нарушениях, которые вы совершаете, фиксируется соответствующими органами. И чем ты больше будешь говорить про вся глупость, тем больше про вас все будет зафиксировано. Потом начинаются проблемы. Захотел пойти, допустим, в полицию служить или устраиваешься в администрацию куда-нибудь, делай соответствующий запрос. Соответствующие органы, либо в медицинские, либо в МВД, либо в ФСБ. А там пишут, было то-то, то-то, то-то. И он говорит, до свидания. Когда было? Да было давно, ему 18 лет было, а вам уже-то по 30. Вот такие случаи бывали в жизни. Поэтому вы сейчас уже отвечаете за себя и будьте аккуратны в рассказах о себе. Когда все формальности соблюдены, будущим срочникам отводят время на прощание с родными и близкими возле военкомата десятки провожающих. Вот, например, мама одного из призывников Алексея Михеева, известного в регионе битбоксера. Без слов нет, просто эмоций очень много. Не, не могу даже говорить. Сам Алексей признается, в армию идет с удовольствием. Правда, с войсками немного не повезло. Хотел попасть в ВДВ по итогам распределения. А службу, вероятнее всего, будет нести на Северном флоте. Обидно, что вы ходите последними? Потому что последними уходите, последними приходите. Новый год скоро уже будет. Да, ничего не обидно, все нормально. Все хорошо. Но сам-то как себя чувствуешь? Да, пока еще не понял. Скучать больше всего почему? По родителям, по девушке своей. Девушке, да? Да. Ну, ты что чувствуешь? Ну, ничего. Страшно. Слезы наворачиваются? Нет. Несмотря на то, что своих детей они не увидят целый год, родители новобранцев говорят, через школу армии должен пройти каждый мужчина. Срочная служба, как минимум, закаляет характер и прививает чувство ответственности. Сейчас год служит всего лишь. Да, ребята должны все-таки ходить? Обязательно, обязательно. Я там, когда меня комментировали, так, на душу было, знаете, муторно. А что-то рация у меня. Четверсина вот, отдаю долг за папу. Ближайшие несколько дней будущие солдаты-срочники проведут в Архангельском распределительном пункте. Уже оттуда они отправятся к местам несения службы. Куда именно попадут новобранцы, решит специальная комиссия. Призывная кампания в Ненинском округе официально завершена. В этом году на службу отправились чуть более ста жителей Заполярья. В основном на Северный флот и военно-космические войска. Но уже ровно через год здесь будут провожать очередных новобранцев. Олег Котанзийский, Леонид Шишелов, Телеканал Север. Больше ста тысяч рублей собрали ученики первой школы на ежегодной благотворительной ярмарке «Мы помогаем». Члены Школьного экспресс-совета, органы ученического самоправления инициировали мероприятие для того, чтобы помочь детскому отделению окружной больницы. Параллельно с ярмаркой во дворе школы старшеклассники возводили снежный городок для малышей. Подробности о том, как проходили выходные в школе, в материале Ольги Русул. Благотворительная первошкольная ярмарка, так ее называют сами ученики, ежегодное мероприятие с нетерпением, ожидаемое и детьми, и их родителями. Мы продаем мочные изделия, мы на классном часу делали разные игрушки для елки, книжки, которые не читаются дома, игрушки, которые делали сами дома. Мы сделали достаточно, да, это работа своими руками, это кропотливо. Дети сегодня приготовили на ярмарку елочные украшения, снежинки, гирлянды, многие что-то испекли. Пряники, плюшки, новогодние игрушки, украшения на елочку, ажурные салфетки – теперь главное – выгодно продать товар. Второклассница Катя Кузнецова впервые за прилавком, поэтому немного волнуется. Много народу, очередей очень много, и бывает очень трудно. Тысяча-две каждый класс внес свою маленькую лепту в общую копилку. Рекорд по продажам более 24 тысяч рублей поставил пятый Б-класс, а первый А заработал 17 тысяч рублей. Всего же общими усилиями школьники собрали более 103 тысяч рублей. Помогать мы будем деткам, которые проходят лечение в учреждениях здравоохранения Ненецкого автономного округа. Мы приобретем для них игры, какие-то канцелярские принадлежности, то есть то, чем можно будет скрасить их досуг. Сегодня у нас не просто ярмарка планировалась, а выставка продажа. То есть ребята сделали очень много интересных вещей, эксклюзивные магнитики с национальной символикой Ненецкого автономного округа, красивые елочные игрушки вместе с родителями, с учителями, что очень, конечно же, ценно. Кстати, на средства, вырученные на прошлой ярмарке, школьники купили портативные телевизоры для Пустозирского дома-интерната. Впрочем, субботнее мероприятие одной ярмаркой не ограничилось. Во дворе школы старшеклассники, участники движения «Молодая гвардия» организовали строительство снежной крепости. Сидели мы достаточно уже поздно вечером, думали о том, как развлечь детей, чем им заняться и что можно сделать к Новому году, какой подарок. Ну и пришла идея снежной крепости, мы долго смотрели, думали, как ее сделать. В итоге все подготовили, придумали. И вот теперь мы строим саму крепость. К строительству подошли с умом. Сначала сделали проект, подготовили специальные опалубки. И только после этого приступили к работе. У некоторых ребят есть просто. Есть ребята, которые направили нас на это. Мы делали вчера эти опалубки и сегодня их используем в строительстве. Но крепость не простояла долго. Аномальная для середины декабря погода внесла коррективы. Постройка разрушилась под дождем. Однако ребята не унывают, ведь главная идея и группа единомышленников. А воплотить ее можно в любое время. Ольга Руслова, Антон Водряков, Телеканал Север. Считанные дни остаются до встречи самого долгожданного праздника Нового года. Это время волшебства и исполнения желаний. Кстати, одно из них уже исполнилось. Минувшие выходные в доме для детей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, приехал Дед Мороз и Снегурочка. На чем приехал главный волшебник зимы и что привез с собой и узнала наша съемочная группа. Дед Мороз и Снегурочка на встречу к ребятам приехали на русском рысаке-нефрите. Воспитанники детского дома с нетерпением ждали сказочных героев. Здорово, сестра, моя хорошая. Дедушка Мороз привез с собой друга пингвин на десятки разноцветных шаров и, конечно, веселые игры. Но на этом новогодние подарки не закончились, ведь впереди ребятишек ждал еще один сюрприз – катание на лошадке. «Экипаж отправляется! Пока-пока! Пока-пока, ребята! Ну что, ребята, поехали? Поехали! Пока!» Хозяин зимы в этот день исполнил еще одно заветное желание ребятишек – привез с собой в мешке торт с главным символом наступающего года. «Смотрите, ребятки, как здорово! Смотрите, какой поросенок! А что у нас на тортике, ребят? Это поросенок! А почему поросенок? Какой красивый! О, шапка! Как у Деда Мороза! Он надел шапочку на огонь!» Кстати, этот сладкий подарок приготовила давний друг детского дома Людмила Безумова. Вообще, как оказалось, друзей у учреждения много. И сегодняшний праздник этому доказательство. «Потому что я считаю, что чужих детей не бывает. С каждым годом, смотрю, появляется все больше и больше масса народу, которые с удовольствием принимают в этом участие». «Я думаю, на этом не заканчивается твое взаимодействие с детским домом, да, наверное?» «Они к нам каждый выходные приезжают. Мы занимаемся с ними ипотерапией, показываем зоопарк. Они приходят к нам, помогают убираться, ухаживают за лошадьми. Ну, в принципе, они как наши дети вторые». «Мы детишек очень сильно любим. Мы только открылись и вот решили принять участие. Пригласили у нас Ирина, Дед Мороз со Снегурочкой». «Видели радость детей? Какие чувства испытали сами?» «Сами испытали, как будто сами дети». «Всегда рада предоставить хорошее настроение. Подарить какие-то подарки просто, чтобы детям было приятно». «А мы сегодня приехали к ребятам из детского дома, чтобы поздравить их вместе с лошадками, пингвинами, шариками. И мы очень рады, что наше турне по городу Нарильмару началось именно в этом месте. Всего вам доброго. До скорых встреч». Любовь Пермякова, Антон Водряков, телеканал «Север». На этом все. Спасибо, что были с нами. Далее традиционно прогноз погоды. Спонсор – медицинский центр «Решма».